В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Народов много, страна одна. Большой этнографический диктант 2022. Татарский народный хор снова с нами. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. 30 ноября в Казанском федеральном университете пройдет всероссийский диктант по английскому языку. Просветительское мероприятие направлено на мотивацию студентов к изучению иностранных языков, повышению грамотности и уровня владения языковыми нормами английского языка. Акция проходит уже седьмой год по инициативе Института международных отношений совместно с Департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета. Для участия необходима предварительная регистрация. Оставить заявку можно на сайте университета. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета КФУ. Все подробности смотрите далее. В начале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. В начале заседания с приветственным словом выступил Ленар Сафин. А далее прошло вручение наград работникам Казанского федерального университета. Объявлено заместителю директора Высшей школы государственного и муниципального управления Сергею Артелиновичу Данилову. Медали за безупречные труды, отвечая Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, вручается доценту кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных учащихся Раису Ниязовичу Сапину. Повестка заседания включала в себя четыре основных вопроса, а также сопутствующий блок «Разное». Членам ученого совета предстояло провести конкурсный отбор заведующих кафедр, а также отбор претендентов на занимающие должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Конкурс статистической комиссии принял решение рекомендовать все кандидатуры к участию в выборах. Институт фундаментальной медицины и биологии, кафедра неврологии с курсами психиатрии и клинической психологии и медицинской генетики Гомирова Римма Габдульбаровна, кафедра клинической диагностики с курсами педиатрии и Закиров Ильнур Ильгизович и кафедра биологического образования Мавлюдова Ляля Усманова. Есть ли вопросы по кандидатурам, коллеги? Нет? Тогда кто за то, чтобы оставить списки для голосования? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо. Для проведения процедуры голосования нужно сформировать счетную комиссию. Предлагаю следующие кандидатуры. Они на экране. Замечания какие-то по кандидатам? Нет? Предлагаю согласиться. Кто за? Против? Воздержавшихся? Нет. Принимается. Также на заседании поднялся вопрос об установке скульптурной композиции Тесла на территории астрономической обсерватории имени Энгельгардета. С ходатайством выступила администрация президента республики Татарстан. Драган Рендетович выразил готовность подарить свою композицию заинтересованным учреждениям Татарстана. Академическая комиссия совета приняла единогласное решение поддержать ходатайство. Далее члены ученого совета перешли к разделу «Разное». Здесь было обсуждено множество тем, касающихся всех сфер жизни университета. Вопрос о создании сектора интеллектуальной транспортной системы в организационной структуре лаборатории малоучислительной техники, кафедра системного анализа и информационных технологий Института вычислительной математики и информационных технологий. Этот вопрос достаточно подробно обсуждался и на утреннем совещании, и на академической комиссии. Вопрос носит достаточно технический вопрос, поэтому, если есть какие-то замечания, я готов выслушать и ответить на вопросы. В финальной части заседания был поставлен вопрос о выдвижении кандидатур к присвоению почетного звания заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Париз Ахитоглы, Универньюз. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом уже в седьмой раз состоялась акция «Большой этнографический диктант». Подробности смотрите в следующем сюжете. 3 ноября в Казанском федеральном университете стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», главная цель которой – привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения. Важность этнографического диктанта, вообще этнографии сложно передоценить. Мы с вами живем в многонациональной, поликультурной, многоконфессиональной стране. И знать обычаи, знать образ жизни, знать характеры людей, которые населяют вашу страну – это прежде всего признак хорошего тона, это признак вашей культуры. Прежде всего, возможность проверить свои знания по этнографии. И, что, наверное, самое важное, это подчеркнуть еще дополнительный, потому что ответ на один вопрос тебя заставляет, как цепочка, посмотреть, что же еще. Потому что, по-честному, не со всеми вариантами ответа, но внутренне я была согласна. Задание диктанта оформлено в виде текста и включает в себя 30 вопросов. Причем 20 вопросов. Общефедеральная часть диктанта – единая для всех участников. А 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Участники смогут посмотреть правильные ответы на сайте диктанта. Они будут опубликованы до 11 ноября 2022 года. Важно привлекать внимание к изучению культур народов, потому что мы многонациональная страна. И очень важно понимать особенности какой-то другой национальности, какие-то культурные обычаи, чтобы можно было спокойно коммуницировать, взаимодействовать, потому что это важно. Участвую я не впервые. Я еще участвовал от школы в 10 классе. Это было в Уфе. И для меня не сказать, что сильно сложным показалось, потому что некоторые ответы можно было найти даже в самих вопросах. Первый диктант прошел 4 октября 2016 года. И с тех пор ежегодно участниками акции становятся миллионы жителей России. В 2021 году к акции присоединилось более 2,5 миллионов человек. В Республике Татарстан акцию поддержали 30 тысяч человек. На сегодняшний день количество участников растет. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Врачи гинекологического отделения униклиники Казанского федерального университета ежедневно заботятся о здоровье тысяч женщин из всех регионов России. О работе специалистов и оказываемой ими помощи расскажем в следующем сюжете. Уникальность работы гинекологического отделения униклиники КФУ заключается в первую очередь в том, что специалисты стараются сохранить репродуктивное здоровье женщины и детородные органы. К сожалению, на сегодняшний день женщины абсолютно разных возрастов все чаще страдают миомой матки. По словам акушера-гинеколога медико-санитарной части КФУ Елены Куртосановой, миома молодеет с каждым годом. Это связано со многими проблемами, со многими нашими сегодняшними реалиями жизни. И оттягивание репродуктивного возраста, и отсутствие достойной контрацепции. Соответственно, пациентки, имея уже достаточно молодой возраст, имеют достаточно большие миомы. И наша основная задача – помочь им избежать каких-то тяжелых последствий, которые впоследствии могут привести их к бесплодию. В отделении проводятся все виды оперативных вмешательств – лапаротомии, лапароскопии, диагностические гистероскопии, гистрорезекции, влагалищные операции и операции при патологии шейки матки. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по поводу миому матки, эмболизация маточных артерий на сегодняшний день является одной из передовых методик, позволяющих сохранить матку даже при больших миоматозных узлах. Мы имеем достаточно большой накопленный опыт эмболизации маточных артерий, как органосохраняющей методики, которая очень хорошо себя зарекомендовала и имеет очень большой процент эффективности. Совместно с отделением РХМДЛ мы проводим лечение миомы тела матки путем проведения эмболизации маточных артерий и последующей курации таких пациентов. Отметим, что отделение укомплектовано квалифицированным штатом. Оно находится в составе многопрофильной больницы. Имеется тесная связь с хирургическим отделением и опыт совместного проведения с хирургами симультантных операций. Для консультации и определения необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. А вы знали про существование Татарского народного хора Казанского федерального университета? Эксклюзивное интервью с руководителем хора – далее в сюжете. Татарский народный хор Казанского федерального университета был основан в 1968 году. В 1976 году хор был удостоен звания народного коллектива, а затем хоровой коллектив стал лауреатом и дипломантом всех союзных республиканских, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и праздников песни. За все годы хор побывал с концертами во многих городах и селах Республики Татарстан. С концертами дружбы посетил города Алматы, Ригу и Астрахань. Основной задачей хора является музыкально-эстетическое воспитание студенческой молодежи, приобщение студентов и слушателей к лучшим образцам мировой и национальной хоровой музыки. На сегодняшний день среди участников хора не только студенты, магистранты, аспиранты, но и сотрудники, преподаватели и выпускники Казанского университета и других казанских вузов. Репертуар хора многообразен. В него входят произведения татарских композиторов, народная музыка, классические и современные музыкальные произведения. Наша кредо – вперед и выше. Сеять разумное, высокое, разумное, доброе, вечное – это наша задача. Руководителем хора является заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ирнис Рахимулин. Уже с 1968 года он трудится на благо татарской эстрады. Наше искусство состоит, так выражаясь современным языком, три в одном. Весь хор, два вокальных ансамбля и восемь солистов. На данный момент в хоре проводится набор вокалистов. Если вы хотите стать частью большого и дружного коллектива, то приходите в главное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 18. Прием заявок осуществляется во вторник и среду с 19.00 по 21.00. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!